Неоднократно, смотря телевизор или слушая радио, появляется информация о случаях терактов на территории Российской Федерации. Один из таких случаев произошел в аэропорту Домодедово в городе Москва. По этому поводу мы поговорили с исполняющим обязанностей горшинского транспортного прокурора Мариной Шарыповой. По ее словам, на днях произошло значимое событие – это провозглашение приговора по делу о теракте в Домодедово. В связи с этим было дано распоряжение активизировать работу всех сил по противодействию терроризма в Российской Федерации, в том числе и на объектах железнодорожного транспорта. В 2007 году принят закон о транспортной безопасности. Реализация этого закона сейчас одно из важных направлений в деятельности, в том числе и нашей прокуратуры. Данный закон возложил на ОАО РЖД, как владельца транспортной инфраструктуры, провести ряд мероприятий, направленных на защиту объектов транспортной инфраструктуры от незаконного вмешательства грозящего безопасности движения, а также представляющего угрозу простым гражданам. В рамках этого закона предусмотрено проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, которым присвоена категория. Управлением Федерального агентства по железнодорожному транспорту России проведена работа по присвоению категории каждому вокзалу, в том числе и на станции Егоршина. Добавим, что была проведена оценка уязвимости объекта и в данное время проводится разработка планов по транспортной безопасности. В этом важную роль играет и Егоршинская транспортная прокуратура. Роль прокуратуры состоит в том, чтобы следить за выполнением требований Федерального закона о транспортной безопасности имени владельцами объектов железнодорожного транспорта. В 2012-2013 году Егоршинским транспортным прокурорам были направлены исковые заявления о понуждении совершить действия, установленные данным законом. Все требования прокурора удовлетворены в добровольном порядке УАО РЖД. Кроме того, в рамках проведения надзорной деятельности о соблюдении закона о транспортной безопасности Егоршинским транспортным прокурорам проверяется деятельность частных охранных предприятий, так называемых ЧОПов, которые осуществляют охранную деятельность транспортной инфраструктуры. В ходе таких проверок выявлено ряд нарушений и возбуждены дела об административных правонарушениях, как в отношении конкретных лиц, кто осуществляют охрану, так и ЧОПов по статье 4.1 Кодекса об административных правонарушениях. В свою очередь, наша съемочная группа также поговорила с начальником линейного отделения полиции станции Егоршина Батыром Хабибулиным, ведь именно сотрудники этого отделения помогают выявлять нарушения и предотвращать теракты на железнодорожном транспорте. Помимо отделения на станции Егоршина есть еще два линейных пункта – на станции Устьяха и Тавда. Хотя количество сотрудников там меньше, это всего 4-6 человек, но именно благодаря общим усилиям удается выполнять весь объем работы. Это сопровождение как пригородных, так и пассажирских поездов. При данном сопровождении, а также при несении дежурства, прежде всего обеспечивается безопасность граждан, пассажиров, поездов. Как вы знаете, на станции Егоршина есть ряд предприятий, например, как локомотивное ремонтное депо, где есть на сегодня самый современный газотрубовоз, который работает на жиженом газе. Ну, соответственно, обеспечивается и охрана, и в ходе проведения оперативных мероприятий каких-либо, и также при несении службы, патрульно-постовой службы. На сегодняшний день отделение линейной полиции оснащено всеми техническими современными средствами. Например, имеются металлодетекторы, благодаря которым обеспечивается поиск и выявление взрывчатых веществ, огнестрельного и гладкоствольного оружия. Поэтому при любых обстоятельствах любой гражданин может обратиться или в само отделение, или к сотрудникам линейной полиции, которые окажут необходимую помощь, если кто-то в ней нуждается. Также существует телефон доверия, по которому можно анонимно позвонить и сообщить какую-либо информацию, как по работе сотрудников, так и по происшествию. Но как же нужно себя вести и как реагировать при терактах или при обнаружении подозрительного предмета? Ну, прежде всего, гражданин должен не прикасаться к обнаруженному предмету, если он обнаружил такой предмет бесхозный. В данном случае уже у нас проводились такие занятия. Гражданин может обратиться либо к полицейскому, который постоянно находится на посту, либо к работникам ЖД-транспорта. То есть работники ЖД-транспорта, они все в курсе, то есть они сразу же непосредственно обращаются к нам через дежурную по вокзалу, через дежурную по станции. То есть в любом случае обратились, предмету пусть постараются не подходить, соответственно, дальнейшие действия мы предпримем. То есть если они видят, что человек нервничает, при нем находится там большая сумка или, может быть, неестественный халат, одежда верхняя, то есть не халат, а верхняя одежда, то, соответственно, конечно же, они пусть обращаются к ближайшему работнику ЖД-транспорта, либо к органам внутренних дел. В данном вопросе неоднократно он обсуждался у нас на совещаниях и с Егоршевской транспортной прокуратурой, и с органами ФСБ. По Артемскому району. То есть этот вопрос, я думаю, незамедлительно должен решаться. Еще надо добавить то, что граждане в первую очередь должны доверять органам внутренних дел, самим соблюдать правила поведения в транспорте и быть честными. Продолжение следует...